Приветствую вас! Я думаю, что начать свой ответ стоит с того, значит, чтобы задать вам вопрос. И, ради Бога, не думайте, что я задаю этот вопрос вам как-то издеваясь или что-то ещё. Я действительно серьёзно считаю, что это очень важно. А именно, разговаривали ли вы с ребёнком по данному вопросу? Дело в том, что семилетний ребёнок – это уже достаточно сформированный человек. И, если возникла такая история, что с ним что-то произошло, с ребёнком, я имею ввиду, то часто, ну, не всегда, конечно, но часто бывает достаточно просто спросить у него, у ребёнка. В чём, собственно, дело? Что случилось? Что его беспокоит, может быть, если беспокоит. Да? Вот. То есть, согласитесь, что гораздо качественней было бы узнать у него самого, что происходит с ним. Ну, конкретно с ним, с ребёнком, чтобы, вот. И уже исходя из этого делать каких-то выводов. Вот. Можно, в принципе, показать ребёнка, ребёнку, показать ребёнка детскому психологу, вот. Но это далеко не всегда имеешь результат. Значит, я полагаю, что ребёнка можно, значит, специально или не специально помещать в такие ситуации, где он мог бы проявить себя. Так, значит, чтобы показал причину своего страха. Можно, значит, постараться договориться с ним, что вот, сейчас, например, я тебя оставлю, говорите вы, вот. И, значит, сейчас я тебя оставлю, и побудешь без меня. То есть, ну, тут же нет ничего такого, ну, такого негативного. Вот. То есть, я думаю, что с ребёнком нужно разговаривать. Думаю, да. И если вы поговорите с ним, с ребёнком, возможно, что-то и прояснится. Вот. Ну и, конечно, ну, нужно проанализировать всё-таки, что за события происходили в вашей жизни. Такие события, значит, из-за чего ребёнок перестал стремиться быть без вас. То есть, выходить куда-либо без вас. Правда, я здесь, надо сказать, не очень понял одну вещь. Может быть, неправильно прочитал. Вы пишите, что мой ребёнок не хочет никуда ходить без мамы. Ей семь лет, раньше с удовольствием с папой гулял, а теперь никакую не вытащить. К бабочкам едет, как на расстрел, с коплями и криками, хоть обратно сюда приезжая довольная. В школу идёт без слёз и в садик без проблем. Ходила к подружкам, тоже без проблем. Но одной мне дома не остаться. Я не очень понимаю, понимаю вот здесь. То есть, в школу она ходит одна. К подружкам она ходит тоже одна. А? Поправьте меня, если я ошибаюсь. Аааа... У нас ждёт, мммм... Куда-либо ещё выходить без вас. Она не хочет. Так, получается? Или я чего-то не понял. То есть, если так, то это, в общем, ну, говорит о том, что она не хочет именно к бабочке ехать, именно с папой гулять и так далее. Что-то она, как-бы, боится каждый раз, чего-то. Чего она боится, сказать, конечно, нельзя, потому что, ну, ребёнка у нас перед глазами нет, вот, но, тем не менее, этот момент вам, я думаю, ну, нужно прояснить в любом случае, потому что это важно. То есть, вот, как, с кем, да, ребёнок, не хочет, значит, ходить, куда и с кем ребёнок не хочет ходить. То есть, я так понял, что есть какие-то разграничения для ребёнка в этом аспекте, но, другое дело, что с этим нужно разбираться, вот. поэтому, я думаю, что вот так можно, можно вам ответить на ваши вопросы, я понимаю, что, скорее всего, этого недостаточно, вот, ну, то есть, вам, наверное, хотелось больше, чтобы, ну, чтобы больше была твоя, вот, чтобы он был более полный, я понимаю вас, но, к сожалению, вот, в данном контексте, ага, слишком мало информации, чтобы дать более детальные рекомендации, более 100 в том, что ребенку 7 лет, раньше все было хорошо, а потом, что-то произошло, что он перестал ходить, вот, ну, значит, наверное, ребёнок принял решение, вот, такое, почему он принял такое решение, это уже интересный момент. Ээээээээв, что повлияло на его решение, это, тоже интересный момент, на мой, на мой взгляд, можно это поисследовать, можно это посмотреть, вот. Вот. Вот так. Кстати, вопросы вы не задаёте, ну вот, именно вы, вы не задаете вопросы, что есть, чего хотите-то. Изваживать ребёнка от страха можно двумя способами. Первый способ это, если вы просто перестанете обращать внимание на то, что он боится, и со временем ребёнок перестанет бояться сам, а мой вид и не перестанет, зависит от него, и здесь ещё раз повторю, надо исследовать именно его. Либо отговаривать с ним, поговорить с ним, постараться выяснить, что произошло, и тогда уже будет более понятно. Вот хотя бы, хотя бы он вам скажет сам, чего боится. знаете. Вот. Вы, вот я почему спросил, да? Говорили ли вы с ним на эту тему? Потому что это важно. Если вы, если вы говорили с ним на эту тему, то почему-то вы ничего не сказали. то есть вы не сказали, что он вам ответил по факту. Вот. Если не говорили, то нужно разбираться по какой причине не говорили. то есть проблему решить вы хотите, а информацию предоставить. ну, получается, нет. Причём, эээ, я не обвиняю вас в чём-либо, на самом деле. Просто пытаюсь до вас донести, что нам нужен материал для анализа, понимаете, а его нет. Вот так что, если ребёнок в достаточной степени адаптирован, то я рекомендую показать его, эээ, психологу детскому, либо здесь выбрать, детского психолога, и поработать. Вот. Это уже, как лучше вам, то есть как вы решите. Вот. Я думаю, так можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь. Эээ, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!